Фестиваль 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 Я лично не мог там принимать даже самое пассивное участие хотя бы в качестве зрителя там или посетителя не было времени Значит в этом году значит такое положение примерно значит какое в прошлом году занимал в программах произведения Арнольда Шетберга в этом году занимали мои сочинения исполнено было много моих сочинений перечислять я их всех так сказать не буду это лишнее Не стоит. В общем, иногда были по 2-3 концерта в день, когда звучали мои сочинения. Но должен сказать, что большинство моих симфоний было исполнено. Все квартеты в качестве исполнителей принимали участие ряд, так сказать, интересных и квалифицированных коллективов. Это Лондонский симфонический оркестр, Лондонская филармония, Шотландский симфонический оркестр, Шотландская филармония, Оркестр польского радио, Английский квартет Аллегри. И, наконец, самое главное, это блестящая плеяда наших исполнителей. Из дирижеров иностранных мне очень понравился это американский дирижер Лорин Мазель. Думается, мне было бы в высшей степени интересно, чтобы наши советские славцы с ним познакомились. Все мои сочинения были исполнены достаточно удовлетворительно и некоторые даже хорошо. Я не говорю о советских артистах. Кроме двух. Шестая симфония и восьмая симфония, исполнение которых меня, так сказать, если не полностью, то, во всяком случае, в значительной степени не удовлетворило. Если на моем веку, так сказать, мне предстоит еще какой-нибудь такой фестиваль, то я в будущем буду требовать или, так сказать, просить от организаторов фестиваля следующее, чтобы не ставить мне предсвешившихся фактов. Видимо, в целях, так сказать, экономии средств, разумные, конечно, коллективы, особенно такие большие, как симфонический оркестр, скажем, которому надо выступать в понедельник, пребывал в Эдинбург в понедельник, утром делал генеральную репетицию, вечером концерт. И, приходя на генеральную репетицию, ну что же я, понимаете, могу сделать? Ну, немножко, немножко подправить, понимаете. Немножко подправить. Ну, так, немножко я подправил шестую симфонию, которую играл шотландский оркестр из города Эдинбурга под управлением дирижера Нормана Дельмара. И восьмую симфонию, которую играл оркестр польского радио под управлением Яна Крэнца. Ну, я не скажу, чтобы это было невнимательно выучено, чтобы вообще это было там, скажем, неподготовлено, все. Но, думается мне, что, имея ли я возможность посетить не одну генеральную репетицию, я скажу, хотя бы две-три репетиции, это было бы значительно лучше. Тем больше оркестры квалифицированные, дирижеры одаренные. Я удачно встал перед цельсившимся фактом вот при встрече с квартетом Олегри, со струнным квартетом. Прямо на генеральной репетиции я их слушал, вечером я слушал на концертах, все было хорошо. Как-то очень музыкальные люди, очень понимающие, как-то здорово очень играли, доставили мне много удовольствия. Вы извините, что я очень много занимаю ваше мнение рассказом именно о своих переживаниях. Но, понимаете, они у меня очень свежи. И мне кажется, что находясь в кругу своих друзей, я могу, понимаете, быть совершенно откровенным, правдивым. И поделиться с вами своими мыслями по этому поводу. Но, конечно, что еще хорошего я вынес этого фестиваля? А вот что, что в течение примерно трех недель, именно трех недель, то есть срока довольно сжатого, я прослушал большинство моих сочинений. Я никак не могу жаловаться на невнимание к моим сочинениям у себя на родине. Их очень много играют, и дирижеры, и часто их, может, и незаслуженно часто ставят в программы симфонических камерных концертов. Но все это проходило, так сказать, на расстоянии, ну, некоторого времени, там, в течение года, скажем, было исполвано столько-то, столько-то, в течение полугода. А тут в течение, понимаете, трех недель, вот, так сказать, перед моим, как говорится, инспекционным таким взором прошла, в общем, почти вся моя музыкальная жизнь. Ибо этот самый Лорд Харвард, организатор, понимаете, фестиваля, исполнял даже совсем, понимаете, я бы сказал, детские мои такие сочинения. Вроде там, скажем, понимаете, двух пьес для струнного актета, которые я не слышал, как говорится, тысячу лет, и прослушал с большим, так сказать, просто любопытством, понимаете, с большим любопытством, понимаете, прослушал. Вот он раскопал даже вот такие, понимаете, сегодня вплоть до самых последних, вплоть до самых последних, понимаете, там и 12 симфонии, и 8 квартет прозвучали. И тут, конечно, что же, понимаете, как это полезно, как это полезно для композитора, как это полезно. И вот тут сразу, понимаете, сразу как-то ясно, что не вышло, что не надо было писать так, а надо было бы как-то писать, понимаете, иначе что, понимаете, что-то так не вышло, казалось бы, так вот. Надо, в общем, понимаете, критически настроенный композитор, а я, так сказать, не потерял их и не могу, я считаю, что это невозможно пойти терять критическое отношение к своему творчеству, тогда перестанешь быть композитором, перестанешь, понимаете, быть художником, это совершенно невозможно, это исключено. Ощущение критики, ощущение самокритики, критическое отношение к своим собственным произведениям, это крайне необходимо, и очень это меня многому поэзи научило, очень много меня научило, это трехнедельное, так сказать, трехнедельное, ежедневное, понимаете, вот знакомство, слушание своих сочинений. Очень это мне было полезно, за эту пользу я, так сказать, приношу благодарность организаторам фестиваля, и вот, значит, думаю, что в будущем, так сказать, как-то это опыт вот в прошедшем фестивале для меня, для меня был очень полезен. Нервная нагрузка была очень большая, очень большая для меня была нервная нагрузка, ибо, понимаете, все-таки, каждая встреча со своим сочинением, хотя бы, знаете, там, не знаю, ежедневная, но все-таки стоит многих, понимаете, и больших волновей. Даже каждый день, понимаете, волноваться на генеральные репетиции или просто на репетиции, или на дневном концерте, на три концерта подряд, бывало утренний, дневной, вечерний, иногда было и так. Это все-таки, понимаете, стоило мне очень больших волновений, а вместе с этим, значит, и какая-то потеря, понимаете, сна там, душевного покоя и все такое, так что это было отнюдь неувеселительная, понимаете, поездка. Как, в общем, я раньше предполагал, относительно, отчего бы не поехать так вот приятно, в Единбург не бывал, там, понимаете, а оказалось, что пойти ходить ежедневно и на свои концерты, это очень трудная, я бы сказал, ответственнейшая, понимаете, работа. Ответственнейшая работа. Вот, так сказать, мои музыкальные впечатления о фестивале. Это касается самого себя. Я бы хотел сказать еще о моих впечатлениях по поводу современных произведений, которые там еще прозвучали на фестивале. Это кантата Хиросима, итальянского композитора Луи Джинона. Луи Джинона прибыл, значит, в Единбург, и до его, значит, концерта мы с ним, значит, встретились. Это очень приятный, очень симпатичный, очень скромный, понимаете, такой, я бы сказал, сравнительно молодой композитор, так, по виду, я думаю, ему лет, может быть, сорок. У него очень славная, симпатичная жена, дочка Арнольда Шейнберга. Они, значит, приехали на фестиваль, и, значит, у меня была с ним встреча, мы обедали вместе, очень мило говорили. Он высказывал ряд, так сказать, интересных мыслей музыкальных, с которыми, так сказать, с некоторыми можно было согласиться, с некоторыми нет. Но его сочинение вызвало у меня уж полное, как говорится, несогласие. Есть эффектные такие у него, эффектные, звуковые, подражательные такие, скажем, там, моменты, эффектные есть. Но нету формы. Рваное сочинение. Сочинение в высшей степени рваное. Два певца поют, Сопрано и Тенов. Вокальные партии в высшей степени невыразительные. Впрочем, не буду, понимаете, я его критиковать. Я думаю, что надо попросить нашу иностранную комиссию, чтобы она достала эту пластинку, или, понимаете, запись, может быть, этого самого произведения, которое было бы в высшей степени поучительно послужить. Что казалось бы, как важно, как бывает плохо, я бы сказал, когда хорошо задуманное сочинение, а он мне подробно рассказал во время нашей встречи, как он задумал написать свою эту самую ораторию, что ли назвать, вот, понимаете, Хиросима. Подробно мне рассказывал, и, надо сказать, меня в высшей степени заинтересовал. Но, увы, меня ждало такое очень тяжёлое разочарование. Тяжёлое разочарование. Наш советский композитор Шнитке написал ораторию Нагасахи. Надо сказать, что я не могу эти два произведения, понимаете, сравнивать друг с другом, насколько произведение Шнитке, как оно прекрасно. И единственное, что лишний раз, знаете, выражая своё полное неудуднение, почему его иногда исполняют по радио, там, по третьей программе в час ночи, это достойно удивления. Некоторые впечатления об Англии, о людях, с которыми приходилось встречаться. Ну что же, Лорд Харвард произвёл на меня приятное впечатление. Очень, так сказать, всего себя отдавал, так сказать, фестивалю. Присутствовал на всех концертах, понимаете. И, так сказать, волновался в спортитуре, сидел, понимаете, смотрел. Человек приятный, воспитанный, так сказать. И мы ему передали приглашение посетить Советский Союз с его, значит, супругом, чтобы он приехал бы к нам, посмотрел бы, побольше познакомился и с нашими музыкальными жизнями, и с нашими музыкантами. Кстати, он один из, если не наиболее, то, во всяком случае, осведомленных людей в области нашей советской музыкальной жизни. Он знает хорошо наших исполнителей, знает многих композиторов и очень хочет, понимаете, не в будущем году, а через некоторое время сделать, что-то так хорошо подготовить в фестивале Советские Мужики. Уже не с одним композитором, а, значит, отобрать то многое прекрасное, что создано нашими советскими композиторами, и показать, так сказать, конкретно говоря, шотландским искусствам, что Эдинбург — это Шотландия. В будущем году он организует фестиваль, посвященный произведениям Берлиоза и Белла Бартака. Значит, вот будут звучать произведения этих великих композиторов в фестивале будущего года. К сожалению, была лишь всего-навсего одна встреча с Бенджамином Бриттменом, оперу, у которого «Поворот винта» немножко, так сказать, я не буду задерживаться, так сказать, подробно излагать ее содержание, которое мне показалось не вполне ясным, каким-то путаным, но с прекрасной музыкой. Я слышал, значит, это Лондонский оперный театр, приехал на гастроли в Эдинбург, и эта опера была показана. Кстати, из гастролеров я бы тоже еще отметил Югославскую и Белградскую оперу, которая показала игрок Прокофьева. Я с большим удовольствием слушал и надеюсь, что все-таки эту оперу будет поставить. Это молодой Прокофьев, в высшей степени интересная и прекрасная, понимаете, музыка. Я думаю, что у нас тоже будет поставлено это самое произведение. Этот же самый Ягославский театр показал Хованщину в моей, так сказать, серкистровой редакции. Была, к сожалению, довольно короткая встреча с Бенджамином Бриттлем, который, понимаете, у него тяжелая болезнь левой руки, он ходит, вот так она повязана. Что-то, он как-то не назвал мне какую-то, значит, болезнь на нервной почве, понимаете, что-то очень серьезное. И очень нравится приехать к нам. О нем я хотел бы сказать следующее. Ну, помимо того, что это, я считаю, его одним из самых талантливых зарубежных композиторов, я бы хотел сказать, что у него очень хорошее качество. Он разносторонне образован, не столь разносторонне образован, не столь разносторонне музыкант. Он отлично играет на фортепиано, он отлично дириживает, он играет на скрипке и он играет на планете. Это, вы знаете, это, к сожалению, в наше время, это, понимаете, искусство исчезает. Понимаете, Бах играл, говорят, на всех инструментах, Глазунов, вот это, по-моему, последний из Магикан, играл на фортепиано, на скрипке, на реланчеле, на фаготе, на волкорне и на кларнете. Совершенно свободно, а немножко хуже на флейте. И как это помогает, ну, не знаю, там, хотя бы в области оркестровки, понимаете, такие вещи. А кроме того, в области изучения музыкальной литературы, там, понимаете, флейтовые, скажем, сонаты Баха, Хенделя, поиграть самому это, понимаете, вообще. Теперь о самой, так сказать, стране. Самое основное, в Англии я не первый раз. Я третий раз в Англии. И второй раз, можно сказать, по музыкальному впечатлению. В прошлом году я принимал участие в поездке Ленинградской филаргонии и впервые тогда познакомился с английским слушателем, так сказать. Вот английский слушатель, ровно как и шотландский слушатель, произвел на меня очень хорошее впечатление. В зале тишина, реагируют в высшей степени, так сказать, активно, активно, горячо, как-то я представлял англичан, понятие, чопорными. Мало, так сказать, как-то как-то люди встают на стулья, понимаете, там топают ногами, понимаете, там свистят. Но, кстати говоря, между свист, это там выражение, как ни странно, удовольствия, так сказать, освистенный, там, скажем, исполнитель, то это очень интересно и приятно там получать такое дело. Наконец, то, что на меня, как, так сказать, вот сына своей родины, произвело в высшей степени тяжкое впечатление визит к леди Росбери, такая очень милая дама, которая посещала аккуратно все концерты и, наконец, там пригласила нас посетить ее именье. На меня это произвело очень тяжелое впечатление, потому что уже примерно за час леди Росбери везла меня на своей машине, уже за час до приезда, так сказать, к дому, она, значит, показывала, вот это моя луга, вот это моя река, это тут мои леса, вот везде там ходят мои стада. И, наконец, значит, мы приехали, ну, к ней в дом, так сказать. Ну, это раза в два больше Ленинградского Эрмитажа, уставлено там всякими золотом, понимаете, драгоценностями, много драгоценностей, огромное количество там мажордомов, понимаете, горничных, лакеев, огромная, так сказать, территория вокруг, тут купания, какие-то площадки для гольфа, площадка для игры в футбол, какие-то моторные лодки, яхты, катера. Да, все это принадлежит вот этой самой милой даме, которой я, значит, не мог не почувствовать уже, конечно, какой-то такой глубокой очень антипатии общественной, понимаете. И даже, может быть, не к ней, она, может быть, бог с ней, но вот этот самый вот строй капиталистический, о котором, может, мы иногда, так сказать, имеем не слишком большое понятие, не слишком большое, вот конкретно, вот конкретно. Я вот увидел, вот, знаете, зачем в руках вот этой самой дамы были сосредоточены на такое колоссальное богатство. Я уже так подумал, хорошо бы в этом доме, вот в ее огромном доме, очень благоустроен, прекрасно бы организовать бы дом творчества, понимаете. Мне просто так и приходило, я спрашиваю, а что у вас, кто живет в этом доме? Я живу, говорю, я, вот, моя дочка и муж, значит, муж, значит, моей дочке. Вот три, значит, человека занимают этот самый дом. Затем она, значит, так поводила, вокруг тот, вот у меня, значит, идут сельскохозяйственные работы. Огромное количество, значит, рабочих, или как их даже назвать, сельскохозяйственных, которые там что-то посили, значит, там, ну, приводили, значит, в общем, сельскохозяйственные работы. Я, значит, сказал этой леди, что я считаю, что, вы знаете, это, по-моему, для вашей семьи, мне кажется, это слишком много. Да, она сказала, да, вы знаете, действительно, очень много хлопот, за всем этим уследить, понимаете, там, приказчик ворует, там, понимаете, она не поняла меня, не поняла меня, она меня, понимаете, не поняла, слишком мы оказались, понимаете, разные люди. Ну, вот это так вот, один из таких вот, один из таких примеров, такое дело. Было много еще других впечатлений, которые у меня еще не отстоялись, в частности, вот, встречи с так называемыми простыми людьми Англии. Позвольте, я отвлекусь немножко в сторону, по-моему, термин простые люди, я его, так сказать, не понимаю и не воспринимаю. Кто является простым человеком, кто не простым. Скажем, не знаю, там, не знаю, уборщица простой человека, начальник главка, это, скажем, это, так сказать, может, не простой человек, это я не понимаю. Это все люди, все люди простые, и все люди очень сложные. Там вот с музыкантами приходилось встречаться, приходилось встречаться просто с любителями, с любителями музыки приходилось встречаться и с обыкновенными людьми. У всех у них радует большая симпатия, большой интерес к нашей великой родине, к нашему искусству. В заключение несколько слов о пресс-конференции, которую я проводил. Много там было, понимаете, поодиночке, понимаете, как говорится, ко мне приходили, там требовали у меня интервью и так далее. Мне это было очень трудно и невозможно, и поэтому Лорд Харвард созвал пресс-конференцию, которая прошла, по-моему, очень хорошо, это, пожалуй, первая пресс-конференция моя заграничная, которая произвела на меня, в общем, хорошее впечатление. Журналисты были благожелательно настроены и, так сказать, объективно и правильно осветили в печати самые разнообразные, как и консервативные, так и лейбористские, там и других газет. Все это было объективно, объективно было освещено. Был один только неприятный такой эпизод немножко до этой самой пресс-конференции. В первом отделении симфонического концерта исполнялись мои сочинения, а я с первого отделения уехал на первое выступление квартета имени Бородина, который также играл мои сочинения. Это было описано так, что я уехал со второго отделения, и во втором отделении должна была исполняться весна священная Стравинскому, и что я из-за менности Стравинскому взял, да и ушел с концерта. Значит, только я собирался было, так сказать, открыть рот, чтобы протестовать против такого странного пати освещения моего похода, как его тут же закрыл, и уже на той же самой газете было сказано, что я прибыл, вот, значит, на концерт квартета имени Бородина. Тут лорд Харвард разъяснил это все, и страшно, так сказать, справедливо выражал свое возмущение такой дезинформацией, и понимаете, что этот самый корреспондент газеты «Дейли Геральт», который, так сказать, написал, был, как говорится, отозван и заменен другим. Надо, чтобы прошло еще некоторое время, чтобы у меня все воспоминания мои отстоялись, и главное, пришли бы в должен, понимаете, порядок. Ну вот, наконец, фестиваль, понимаете, кончился, еще было два концерта в Лондоне, вот, наконец, прибыли мы в Москву, а Москва нас очень поддерживала, присылала нам письма, телеграммы, звонила по телефону. Мы все время чувствовали внимание Родины, и надо сказать, что все мы, во всяком случае, вот наши артисты, которые приняли участие в этом фестивале, по-моему, должны быть горды, что они так хорошо и так прекрасно выполнили свои обязанности на этом фестивале, свой долг перед Родиной, которая так и много доверила и послала, вот, защищать честь советского искусства в Нидембургской фестивале. Я хотел начать с того, чтобы спросить ваше мнение насчет самой идеи фестиваля, Варшавского фестиваля. Это уже третий международный фестиваль, посвященный современной музыке. Как известно, идея этого фестиваля заключается в том, чтобы в Варшаве встретилась музыка разных направлений. Идея фестиваля мне очень нравится. К сожалению, я на фестивале первый раз. На первом фестивале, на втором я не был. Сейчас уже происходит третий фестиваль, следовательно, у организаторов фестиваля есть уже, так сказать, известный опыт для организации такого рода мероприятий. Очень хорошо, что на фестивале встретились музыканты из разных стран, представители разных музыкальных направлений, разных музыкальных школ. Несомненно, что организация такого рода фестивалей очень способствует укреплению дружеских связей между музыкантами, развитию споров, дискуссий. И с этой стороны, мне кажется, фестиваль прошел очень хорошо. Мне довелось встретить своих старых польских друзей, познакомиться с коллегами из других стран, и я имел с ними интересные дружеские беседы. Конечно, это третий фестиваль. И смысл этих фестивалей надо тоже понимать как программу всех фестивалей, тех, которые уже прошли, и этого фестиваля. Вместе это дает уже какую-то картину. Мне бы хотелось спросить, какие ваши впечатления личные с этого фестиваля, что вам запечатлилось как самые интересные, или какие ваши мнения насчет того, что вы прослушали во время фестиваля? Я думаю, что фестиваль, хотя программа его достаточно велика, ведь уж одно то, что почти ежедневно происходило два концерта, камерные и симфонические, говорит уже о очень многом. Но я думаю, что получить все-таки по программе данного фестиваля общее впечатление о музыке всего мира, это трудно, да и, пожалуй, невозможно, потому что все-таки музыки пишется очень много, и не всегда на фестивале хватит места, скажем, для представителей всех стран, всех композиторов. Но тем не менее, мне жалко, что на данном фестивале не прозвучали произведения, например, американских композиторов, кроме одного композиторов в Скандинавии, композиторов из Болгарии и ряда других стран. Так же, Франция была представлена главным образом произведениями Пьера Булеза, которые, по-моему, заняли очень много места в фестивале. Достаточно было, скажем, одного произведения, чтобы получить впечатление о его музыке. Но повторяю, что этот упрек мой несомненно является несправедливым, потому что действительно, как мне приходилось говорить с организаторами фестиваля, все-таки возможности времени, так сказать, несколько ограничены, и я надеюсь, что программа, скажем, следующего фестиваля будет заключать в себе произведения тех композиторов, которые не прозвучали на этом фестивале, но музыка которых, несомненно, достойно была бы прозвучать на варшавской осени. Трудный вопрос, когда всегда неловко себя чувствую, когда меня спрашивают, что же мне больше понравилось, что же меньше. Это всегда на это несколько, понимаете, трудно ответить. Однако я должен сказать, что с большой радостью как-то я убедился в неувядаемости и в красоте произведений композиторов старшего поколения, как Шимановского, Белла Бартака, Игоря Стравинского, Пауля Хиндемита. Ихние произведения, прозвучавшие на фестивале, убедили меня в том, что как прекрасно и интересно их творчество, ибо уже, так сказать, прошло немало времени с момента создания тех произведений, которые прозвучали на фестивале вот этих авторов, о которых я говорил. И тем не менее, они, так сказать, прозвучали очень свежо и очень хорошо. Очень жалко, что вот не было на фестивале музыки такого замечательного польского композитора, как Лютославского. Но, впрочем, я опять-таки говорю, что я надеюсь, что на будущем фестивале будут звучать эти произведения. Что касается программы фестиваля, я бы хотел подчеркнуть одну вещь, которая специально подчеркивалась у нас среди организаторов фестиваля. То, именно, что в каждом фестивале помещаются всегда одна или две пьесы Шимановского, которую мы считаем отцом современной польской музыки. Вам известно хорошо, что польская публика и польские композиторы очень интересуются и очень любят вашу музыку. Ваша музыка исполнялась уже несколько раз на предыдущих фестивалях. На первом фестивале исполнялась десятая симфония, ваш скрипичный концерт. На втором фестивале исполнялась одиннадцатая симфония. На этом фестивале ваш фортепианный концерт и сегодня будет исполнен квартет. Нас бы очень интересует, какие ваши впечатления как композитора от исполнения этих произведений? Впечатления от исполнения моего первого фортепианного концерта у меня осталось хорошее. Оркестр, дирижер и солист, и солист-трубач проявили много мастерства и таланта, исполняя это самое сочинение, я приношу им свою сердечную благодарность. Может быть, в порядке в таком лишнем сказал бы, что мне может было бы приятнее, если бы на этом фестивале на таком ответственном, интересном прозвучал, скажем, какое-нибудь мое другое произведение, нежели первый фортепианный концерт, который я не могу причислить, так сказать, к числу своих, что ли, лучших подений. Правда, я не могу сказать, что так уж я совсем недоволен этим произведением, но было бы мне приятнее, может быть, что-нибудь другое прозвучало бы в день открытия фестиваля. Мне кажется, что, если я хорошо помню, в течение последних 30 лет вы уже несколько раз бывали в Варшаве. Первый раз, если я хорошо помню, вы были в 1927 году на шопеновском конкурсе в Варшаве, потом вы были в 1950 году здесь на совещании Совета мира в Варшаве, и теперь вы приехали в Варшаву. Нас очень интересует, какие ваши впечатления, какие ваши мнения, какое впечатление производит Варшава теперь в третий раз, когда вы ее видите теперь в этом состоянии, как она находится сегодня. Я действительно, как вы правильно сказали, уже третий раз в Варшаве, и на уже довольно-таки в большом периоде времени. Первый раз я был в 1927 году, я принимал тогда участие в конкурсе имени Шопена. С тех пор, значит, прошло немало времени, значит, если не ошибаюсь, значит, 32 года, да, 32 года уже прошло с тех пор. Можно сказать, целая жизнь, целая жизнь прошла. И каждый раз, когда я бываю в Варшаве, у меня какое-то очень родное, теплое, сердечное чувство к этому прекрасному городу, ибо помимо замечательной варшавской истории, помимо красот этого города, этот город как-то связан с моей личной музыкальной жизнью. Все-таки тут я в 1927 году был, когда только-только начинал свою музыкальную деятельность. Варшава прекрасный город, мне Варшава очень понравилось, жалею, что вот такая большая программа фестиваля не очень помогла мне просто больше погулять просто по городу, потому что город для меня знакомый и родной, и гулял я сравнительно мало. Но просто вот поразительно так от 1927 года Варшава стала еще более прекрасной, особенно после 1950 года, когда так сказать еще город не вполне был воссоздан после варварства фашизма. Сейчас это прекрасный город и город для меня любимый и родной. Я очень рад, что в Варшаве происходит вот такая надея, несомненно уже станет традицией. Варшавская осень, Варшава по праву уже сейчас начинает считаться одной из музыкальных столиц мира. Я пользуюсь случаем и передаю свой самый сердечный привет варшавянам и особенно моим дорогим друзьям, польским композиторам, моим коллегам шлю пожелания больших творческих успехов. композиции. вопрос звучит так почему вы думаете что симфония является лучшим средством самовыражения что ли из всех музыкальных форм? Я так не думаю. Я считаю, что любое произведение симфония, соната, квартет, песня, корея, каката, симфония, соната, но мне кажется, что хорошее произведение в другом жанре, не симфония также может производить сильную впечатление. What do you think is the future of symphonic music? In the United States, as you probably know, people are saying that the symphony is dead. in the United States сейчас утверждают, что симфония умерла. По вашему мнению, будущее симфоническое музыкальное He disagrees. He cannot accept that. No. What does Mr. Shostakovich think the future of the symphony is? Do you have to write these хорошие симфонии? Yes. What do you think about this? Let's say that the symphony is dead. What is the symphony of Beethoven, Chaykovskava, the Tsar, the Tsar, the Tsar, the Tsar, the Tsar, Yes, but I'm thinking of people who are going to write symphonies in the future. Well, this symphony is dead in the sense that in the future there will be symphonies that will not be in the future that will not be in the future and in the future as a form that will not be used. I do not categorically. Okay. So do I. I too. Has NOS been performed recently in Russia? NOS He was there recently and he saw it. You saw it? Very good. While we're talking about operas, I read that you had originally intended for Katerina Ismailova to be a cine opera. Opera. I was just wondering what directions he might have how he might have envisaged the opera for the movies whether he would have intended had specific cinematic ideas in mind. He just wants to know what are your views, if not plans, but views on the use of opera in cinema? You know, I've been writing a cinema opera because it gives the biggest opportunities I don't know that's what it's going to happen in Moscow and in New York and in New York and in New York and in New York and on Mars I don't know that's what it's going to happen but it's going to happen with a impotent decoration. I don't leave this idea and thank you. Yes, he hasn't left this idea. Good. Thank you. Good. Какого режиссера, у него есть какой-то специальный стиль в виду, какой-то режиссер? Он скончался. Так что пока я не знаю. Но мне кажется, что он вероятно, конечно, не один конец. Но пока Кимнин это очень большой год. Пока Кимнин это очень большой год. Это очень большой год. И не очень много, и не знаю, кто кем сейчас говорить. Он не знает, кто к ним говорить, но есть много других людей. Когда вы сочиняете, вы работаете у фортепиано или просто за листом бумаги? Нет, я могу работать без фортепиано. Предпочитаете? Я стараюсь только сочинять музыку головой, а не руками. То есть фортепиано картины. О spell牌します? Я не знаю, из indieидеры просто не закончились. Я не видел. Ты magician, это сделает игроки. Короче, у Читата 11,00. Какого здесь был включенный ману? Подписывайтесь на канал, вместо Text郎. Этоbandе. Наоборот, нет, я не вóg BEYON. Короче,isty weer, не забывай. Он – «Ч compliant», этого не вложено, Неправильно стал писать это слово. Решил писать неизбеденный текст Гоголя, не пропуская ни одного слова. И когда я написал примерно 10 гоголевского текста, то оказалось, что это уже идет у меня 50 минут. А там еще осталось страниц. Всем интересно, что 14 симфония выглядит как разнообразная работа от всего остального, которое вы написали в определенный способ. Я спросил вам, какие были ситуации, которые впечатлили 14 симфонию? По мнению многих слушателей, 14 симфоний существенно отличается от всех ваших остальных симфоний. Он хотел узнать, чем это вызвано. Я так не считаю. Ну да, у меня там взяты. Нет, он хотел узнать, когда был знаком со стихами о полимере, которые использованы. Я это пункт был сказать. Я любил эти стихи о полимере, использованные потом Ривики, потом Кихельбекер наш. Так что этих поэтов я знал... Ну, я знал... Ну, я знал... Ну, я знал... For a long time. For a long time. For a long time. Ага. Значит, есть ли какие-то переходы от одной песни к другой? Или же это просто можно рассматривать как цикл песен? То музыка не является... Нет. 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 Он спрашивает, что логические переходы есть между отдельными частями? Так сказать, вот продолжение, что музыка продолжает, один текст переходит в другом. Вы знаете, вы это произведение знаете, 14-е симфония, смотрели ему, это вы должны решать, то есть логичные ли там переговоры. Well, you have to decide whether there are a lot of people. Well, I feel that there is. I feel that there is. Его мнение что есть, он хочет от вас получить подтверждение. Это мой логический переговор. Yes, yes. They're in the trio of the Scherzo for the 8th and the 9th symphony. There seems to be a definite Spanish element. Well, in general... I've heard a number of performances of your 6th symphony. Where the first movement is taking too slowly. Well, pardon me, where the first movement is taking too fast. And the tempo of the second movement is too slow. The second movement is too slow. Yes, the second movement. Could be. Particularly for the second movement. Particularly for the second movement. What do you consider a good tempo? Because I've heard people take it... What do you think, how do you decide to make the second movement? Not so fast. Not so fast. Because I've heard people take it, for instance, like... It's too slow, isn't it? Это слишком медленный, да, это... About 104? Good, good. Because most people take it much slower. Not faster, not faster. Good. Is that... Okay, very good. In the 12th Quartet, Hans Keller, in an article in Temple magazine, Hans Keller says that the quartet reminds him very much of Schoenberg's first Kamer symphony. Do you agree with this? There seem to be tone rows. There seems to be some dodecafone in the 12th Quartet and in the violin sonata. Is this true? Some elements of it. Beautifully, I'd like to say, beautifully integrated with his... Очень хорошо плетенные, так сказать, ткальные произведения. Could I ask you what tendencies in people like... Do you like the tendencies of certain composers, such as Endoresky, Ligeti? Do these tendencies appeal to you? Or Tishchenko, some of the things that he's doing? Tishchenko, I really love Tishchenko. He loves him. What about the element of chance? Do you approve of using the element of chance in music? Aleatory. I think Tishchenko uses it some. You know, I think that if I take some kind of music theory and only be able to lead it to it, then I'm sorry. But if I need it, I can use everything that is, so I can say. Everything that is needed, I think it's right. I heard Mr... Yes, it's a melange. Oh, can I ask you a question just as a point of information? Are you a member of the Communist Party? Просто для свиньи. Вы являетесь членом партии? Да. Yes, he is. Okay. Let me see. Oh, Rostropovich wrote in an open letter that there were difficulties in performance with the five satires on text by Sasa Czorny and even with the 14th symphony. Were there, in fact, difficulties with getting these works performed the five satires on words by Sasa Czorny and the 14th symphony? В письме, в открытом письме Rostropovich говорилось, что имеются какие-то трудности с исполнением пяти satires на тексте пятипородных на Sasa Czorny. Где было этих трудностей? Эти трудности не было. Они исполняются, исполнялись и исполняются без всех этих трудностей. Я поражен и восхищен, до чего вы хорошо знаете мою музыку. Он считает, что она огромное влияние оказала не просто на развитие музыки, но вообще на развитие человечества. Продолжение следует...